доброе утро всем так чисто обычно вот этих вот деревьев такая грязюка идет все сыпется с них и тут видимо почистили все убрали как всегда с чарли гуляем и сейчас пойду я знаете сегодня не думала никуда не пойду никуда это ну выходить не буду вроде бы ничего не надо все куплено а потом то этого нет то того нет и все по мелочам и думаю блин придется сходить в магазин все таки потому что это средства личной гигиены их как бы без них ни туда и не сюда ну думаю ладно погуляю пошатаюсь шмотки все закрыты продуктовый пойдем что делать вот так вот на улице хорошо тепло ветра нету замечательная погода смотрите какой стиркальный стол на колесиках выбросили я вот все думаю что домой утащить на крышу но он тяжелый а так вообще шикардосный еще здесь на помойках многое можно чего найти интересного если посмотреть внимательно вот так у нас там магазин тоже есть такой мясо смотрю вот например курица 2 евро килограмм вырезка свина 675 паста какая-то миссии макароны миссии что за макароны такие миссии я не знаю какие-то там прям много вроде датов на стол прям шикардосный смотрите какой а мама чарли тут много с собаками пришли гуляют поэтому чарли ищет себе подруг и друзей этот стол утащит наверняка за все утро кто-нибудь домой да утащит вот такая у нас панорама что все закрыто бешка либо по ходу правда закрылась бешка все трындец кто-то бешка закрывается у нас все закрылись из эти все магазины закрыты помните я вам все время здесь показывала кафешки разные и все закрыто надеюсь что через на следующей неделе все это тоже откроется потому что нас вроде когда 23 числа закрыли хотя хрен его знает потому что лучше ничего то нету никаких здесь хлеб продают здесь также и как кафешка было но остался вот один хлеб это вот дедушки сидят также как воробушки я вообще знаете если как говорится пользуюсь моментом если идти пешком куда-то то лучше пойду пешком чем на машине хотя вот магазины там куда я иду в меркадон лидл да они у нас на другой черте города как говорится то есть не туда идти нужен через весь город но так как я немного буду покупать поэтому лучше пройдусь чем на машине кататься и посмотрю на обстановку тут кафешка раньше было но она и есть наверное потому что знаете после всех этих закрытий открытий закрытий открытий многие просто не выдерживают и не открываются потому что надо все так же платить аренду в общем все везде крылом платить прибыли то нету ладно немножко вам показала город поэтому теперь пойду меркадона меркадон аль кампо зайду может быть знаете что еще паста забыла как они со миссу миссу суп миссу я сейчас видали помните здесь базар был такой разные шмотки кстати их привозят но не в андалусию точнее не в провинцию гранаты поэтому здесь вот все еды наобставили а я набрала каштанов разного вида но одни получше типа того одни парни похуже в общем только заеду надо вон на цапан купить мужу блин все-таки надо было тележку взять вообще я магазин шла за каждодневками и каштанами несу блин сумку про тут чуть-чуть там чуть-чуть и уже тяжело вообще ветерок поднялся на такой теплый прям вообще классно так это жилетка мне прям совсем мешает но не выбросить же ее туда правильно смотрите как там зелено как красиво сейчас пойду машинку еще стиральную поставлю дома одна у меня висит другая с черным поставлю может высохнет хотя нет сейчас такая влажность у нас ночью 90 процентов представляете поэтому ничего не сохнет то есть днем еще нормально а ночью часов 8 прям сразу становится вот 80 процентов то есть как будто дождик это немножечко всего накупила хочу посмотреть сколько каштаны что что тут масапан стоит на 3 84 13 90 килограмм стоит вот эта вот штучка 384 я не люблю это мужу я почему-то не люблю масапан какой-то не вкусный он мне кажется так каштаны вот эти взяла они по 369 килограмм здесь на 724 грамм а вот эти 2 19 типа они большие сейчас открою посмотрю эти вот я сама выбирала там уже какой-то выбор небольшой вот и как бы ну мне кажется они вообще одинаковые хотя нет эти побольше чуток мне кажется а там в общем фиг его знает цена особо то в принципе не различается фунчозу взяла фунчозы много не бывает а вот а в лиделе она подешевле идет чем в алькампу я еще не придумала чтобы мне поесть еды очень много разной и шашлык вчерашний остался и есть капуста буду думать даже не знаю вафельки вот так и взяла но вот для мороженого который я в лидл покупала я хочу тоже вот так их они это будет у меня такой пломбир будет вот в вафельном стаканчике мой блин и смех и грех еще кто-то у нас сейчас там на улице шел так кричал на улице у нас такой спальный район знаете все тишина и когда вот кто-то там уйдет что-то там шли быстрей я я очень спешу и вот как-то все знаете по вылазили с балкона посмотреть что же там такое происходит мой блин так вот интересно вот сколько у меня пломбира получилось смотрите 9 штук за 2 рубля а я раньше один пломбир покупала за рубль потому что это вот прям настоящий пломбир в алькампу и вот этим потом знаете раз мне не нравится хрустящие хрустящие этим стаканчики мне нравится чтобы они такие были ну как наши родные они сейчас обмочатся и будут просто на и вкуснейший пломбир лайфхак как вам ставим пальчики вверх подписываемся пишем комментарии как вам мой лайфхак сделала кабачково картофельное пюре на воде в который варилась и немного добавила сливочного масла а здесь у меня капусточка осталось шашлычок чарли немножечко дам вот и вот такой вот у меня обед мне уже каштаны жарится жарятся каштаны лето кончилась нежданно хочу почему бы нет я сегодня одна гуляю конечно это уже не привыкла я так одна гулять а еще у меня чарли сегодня тоже гуляет сам по себе он что-то там себе возомнил что-то вот что-то он себе там возомнил еще сзади меня там идут две тетеньки вот они идут таким же темпом как и я но я была довольно таки впереди и пока этот черт не ушел куда-то в другую сторону я пошла его искать вот ему все хочется куда-то вот туда вот ему налево ему все хочется сегодня и в общем эти тетки почти меня догнали поэтому я от них вот так вот знаете убегаю потому что не хочется маски надевать что-то вот не захотелось ему сегодня гулять вот так что-то там он услышал что-то сам себе нарисовал какие-то страсти какие-то ужасы и понеслась как говорится в другую степь и куда-то пошел я так гляжу нету собаки я забыл его зову вот а там есть вот такая тропа туда тоже выход на ту сторону и женщина выходит оттуда говорит вы собаку зовете я говорю да он говорит вон по центральной дороге пошел ну охренеть говорю есть знаете кот который гуляет сам по себе а у меня собака который гуляет сама по себе я в общем шоке еще и убегаю от этих тетенек где они там есть где-то бегут поднимать они прям вот как я идут либо мне стоять ждать чтобы они меня обогнали либо вот мне бегом бежать от них я убегаю от тебя ну ладно в общем иду я сегодня на пляж у подруги кое-какие дела и наверное на этой неделе я буду ходить одна а я уже так привыкла ходить кем-то что даже мне наверное будет скучно но я с собой взяла наушники включу какой-нибудь сейчас я от них убегу и включу какой-нибудь себе ну или не знаю музыку или книгу какую-нибудь но сначала мне нужно от них убежать хотя навряд ли они так и будут меня преследовать а этот трус я не трус но я боюсь вот идет несвободный смотрите как здесь красиво сделали там какая-то беседка даже стоит мы в последний раз когда с подружкой гуляли говорим что-то они тут мастерят а потом я в фейсбук и видела что наверное еще доделать наша маша говорила что здесь вот такой вот делают к пляжу подход конечно здесь сейчас ноги можно сломать потому что никак не пришпандорины смотрите как шикардосно прям идешь себе такая идешь прикольно кто-то даже как это успел он вообще шикардосно будет такая пасарелла да а то здесь ноги сломаешь там вот все затоплено было а тут вот такой мостик почему-то вода течет оттуда сюда странно как-то море то там тут наверное тоже дадил а вот тут будут тел слушайте но все сухо уже все прекрасно замечательно потом какую-то аж беседку сделали смотрите там же люди сидят кайфуют я кайфую двигаете в общем вообще последний этот раз мы тут там все было затоплено чуя убежал от женщин-то люди нету не видно к морюшку выходим друзья я думала здесь сегодня народу будет полно на улице 27 28 градусов вот погода замечательная летняя а тут вообще никого ты тут пляж вообще хороший несмотря на то что он рядом с портом находится но здесь очень-очень мелко для детей вообще кайф я правда не люблю вот такой песок и не люблю когда мелко но для детей говорю прям вообще рай мы обычно вон до туда доходим с подружкой делаем там отчет смеемся говорю снимать снимаем stories в instagram и и возвращаемся классно бежит ручей течет ручей и я бежит ручей но спешен Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... В общем, друзья, в середине ноября хочется залезть в море и искупаться. Женщина идет в это босиком по морю, я ей очень сильно завидую. Класс! Там было желеновую дорожку, и она провела вот сюда, почему-то к этому дому, к какому-то заброшенному старому. Может, тут бомжи какие живут? Почему именно сюда? Я не знаю. Но очень интересно. Прям специально дорожку сделали, тут даже что-то непонятное. Интересно, что это такое. Это, походу, колодец. Колодец, колодец, дай воды напиться. Колодец. У нас там порт рядом, поэтому такие шумы. Интересно. Да, дорожку сделали прямо это. И тут новая, смотрите, какая. Видите, дорожка такая. И почему-то ее сделали именно туда. А вот новая беседка тут нам сделали. Прям ее быстро так сделали. Классная такая беседка. Ветер дует. Смотрите, какая классная беседка. С видом на порт, море. Вот так вот сел сюда. Здесь столы, стулья. Это стол. На нем сидят. Ой, он не это. Смотрите, вот так. И сидишь, смотришь, чай попиваешь, кофе. Да, Чарли тоже тут. Жизнь прекрасная и удивительная. Ну, класс же, да. Все для людей. Что-то я не пойму, чья это собака. Она ко мне вот тут пристала. Там никого нету. Да кем не ресту? Чарли, не ревнуй. Чарли, не ревнуй. Но у ней есть там телефон. Может, по телефону позвонить? Чьей собак. Ну, сейчас, если она за мной пойдет, то... То придется звонить. Походу, она за мной идет. Там никого нет. Чарли, не ревнуй. Слушайте, ну, я позвоню, наверное, по телефону. Че это собака? Непонятно. Короче, буду звонить. Там осталось. Даже слышала, что ее звали. Лола зовут. Собаку. Ну, если что, там много людей ходит. И у ней есть номер телефона. Видимо, она любит убегать. Устала и стоит. Я слышала, что ее звали там. Лола. Да, Чарли. Ревнивец ты мой. О, смотрите, какой кораблик у нас приплыл. Маленький такой. Офигеть, какой громадный. А вот женщина ворует перец. Ну и что? Так что нечего переживать. Даже с пакетом. Все как надо. Ну вот. Там, о, их целая группа. Вот так вот. Правильно. Нехер добру пропадать. Баму кун папе. Баму кун папе. Баму кун папе. Си, я кину, баму кун папе. Ай. 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 Жарко так. Вся мокрая. Парит. Си, кину, баму кун папе. Папе. Венга, донде там. Ай, донде там, папе. Донде. Венга, баму. Си. Как будто его режут. И так всегда. Круто. Думала, думала, что же мне поужинать. Увидела зеленое яблоко. Так что буду яблоком ужинать. А с вами я пришла попрощаться. Всего вам самого наилучшего. Такое ощущение, что на улице дождь. Но это нет. Это не дождь. Это просто что-то такое. В общем, всем пока-пока. До завтра. Автор сет � En busca.